Всем здравствуйте! У нас на канале существует видео по построению призмы, но основная ошибка, наверное, все-таки была недостаточно освещена в том ролике. Поэтому этот ролик является дополнением. Какая же у нас основная ошибка? При построении призмы приходится довольно много линий строить, но в основном это всегда, когда вы ее проверяете, свои работы чужие, надо смотреть на то, чтобы не было разрыва между тем, куда сходится верхняя часть и куда сходится нижняя часть. Вот как это выглядит немножко утрировано. Когда мы строим, мы очень много сил тратим на то, чтобы увести в одну точку схода параллельные линии, потом переключаемся на низ и также много сил тратим на то, чтобы увести в какую-то точку схода параллельные линии. А вот на этот промежуток мы обычно не обращаем внимания. И поэтому этот промежуток, вместо того, чтобы сходиться так же, как и все, и так, чтобы все шесть линий в данном случае шли в одну точку, он зачастую либо вообще не сходится, либо расходится, либо сходится, но явно недостаточно. Очень часто это можно выразить вот так, что линии от верха и низа, крайние линии, они сходятся, но вот эти линии уже расходятся. Вот так очень часто бывает. И это первое, на что нужно обращать внимание. При проверке призм, то же самое в любую сторону, очень часто бывает, что у человека именно в какую-то одну сторону это больше проявляется, просто потому что ему, может быть, там слева или справа, или в шее или правше не так удобно воспринимать. Соответственно, чтобы этого избежать, что можно предложить? Это чтобы не было хронологического разрыва между построением верхнего донышка и нижнего. И вообще, когда мы эти линии продляем, сразу продлевать все куда-то в одну сторону, осознавая, что они должны в одну точку сойтись, а не по очереди это делать, потому что потом иначе начинается, что уже жалко переделывать, столько сил потрачено и так далее. И второй вариант. Если вы призму клеите сами, то клеите ее покороче. То, что очень часто люди, когда клеят сами, они расчерчивают на бумаге, потом уже только когда склеят, они понимают, какие получились пропорции. И у них из-за этого получаются очень такие узкие длинные призмы, которые и им строить неудобно, и преподавателю проверять неудобно. Ничего страшного не будет, если призма будет даже в полтора раза короче, чем вот эта вот традиционная гипсовая призма, которая продается. То есть, если будет вот так вот, то, уверяю вас, что вам строить будет удобнее, и вы ничего особенно не выгадаете, просто вы быстрее построите и будете двигаться дальше по программе. Спасибо вам за внимание, хороших вам рисунков, до новых встреч!